Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Ольга Юрьевна, Гайна Сергеевна. Несмотря на успехи в лечении ОЛЛ за последние десятилетия, проблема рецидивов первичного рефракторного течения остается актуальной по сей день. Среди пациентов с рецидивом или резистентным течением заболевания частота повторных ремиссий при использовании стандартных схем терапии составляет 18-40%. Длительность ее остается короткой. Главной терапевтической целью у этой популяции больных является достижение ремиссии с длительностью достаточной для подготовки пациентов к аллогенной трансплантации гемпатических головых клеток. Это обусловляет необходимость поиска новых препаратов с таргентным механизмом действия. Потенциальными мишенями для действия моноклональных антител при б-клеточных ОЛЛ являются три антигена, которые с высокой частотой экспрессируются на поверхности лейкемических клеток B-линейной коммитированности. Это CD19, CD20 и CD22. В настоящее время в лечении БОЛЛ используется два моноклональных антитела анти-CD19-блинатумаб, анти-CD22-инатузумаб. Теперь о месте этих препаратов в современных рекомендациях. Согласно рекомендациям инститин последнего пересмотра, в когорте пациентов с рецидивами и рефракторными формами БОЛЛ используются оба препарата при фенегативных в качестве монотерапии, при фипозитивном варианте с или без ингибиторов тирозин-кинас. Согласно клиническим рекомендациям Национальной Российской Федерации, в соответствии всем пациентам при раннем рецидиве БОЛЛ рекомендуется использование экспериментальных комбинаций в рамках клинических исследований, в том числе с применением блинатумаба и антузумаба-загомицина. Всем пациентам с персистенцией МОП при Б-клеточных ОЛЛ рекомендуется применение блинатумаба в монорежиме или в сочетании с ингибиторами тирозин-кинас. У пациентов, у которых достигнута вторая полная ремиссия, показана консультация в трансплантологическом центре для уточнения возможности выполнения АШЛЯ совместимой аллогенной трансплантации гемботических стволовых клеток. Теперь давайте подробнее поговорим об этих препаратах и исследованиях, послуживших основой для современных рекомендаций. Блинатумаб является биспецифическим активатором Т-клеток и представляет собой два соединенных вариабельных фрагмента моноклональных антител к CD19 и CD3. Принцип его действия заключается в создании временного иммунологического синуса между токсическими Т-клетками и клетками-мишенями, которые на себе несут CD19. И таким образом активируется каскад реакции, который приводит к лизису и апоптозу клетки. На данном слайде представлено регистрационное исследование блинатумаба, на основе которых препарат был зарегистрирован при рецидивах и рефракторных формах, это при фи-негативных вариантах исследования ТАОР, для фи-позитивных это исследование Алькантара, а также исследование БЛАСТ, которое позволило зарегистрировать блинатумаб при персистенции МОП. Показаниями к применению блинатумаба в нашей стране являются рецидивирующая рефракторная форма фи-негативных ОЛЛ, при фи-позитивных ОЛЛ, при рефракторности как минимум к одному ингибитору тирозин киназы при персистенции МОП. Итак, регистрационное исследование ТАОР – это перспективное исследование третьей фазы, которое включало пациентов старше 18 лет с фи-негативным вариантом БЛЛ, первичным рефракторным течением, ранним рецидивом, вторым и более поздним рецидивом, рецидивом после аллогенной трансплантации гемпоэтических стволовых клеток, пациентам андомизировались 2 к 1, стратификация осуществлялась с учетом возраста, предшествующей терапии, предшествующей аллогенной трансплантации гемпоэтических стволовых клеток. В исследовательской группе БЛЛИНТУМАП вводился в стандартных дозах. Группы сравнения составили интенсивной программой химиотерапии. Группы сравнения были сопоставимы по демевографическим характеристикам, а также по статусу заболевания. Чистота общих ответов была значима лучше в группе терапии БЛЛИНТУМАПом. 76% ответащих на терапию БЛЛИНТУМАПом и 48% на химиотерапию достигли МОП негативного статуса. При 12-месячной медиане наблюдения общая выживаемость в когорте получивших БЛИНТУМАП была достоверно выше. Выполнение аллогенной трансплантации гемопатических стволов клеток значительно влияет на общую выживаемость как в группе стандартной терапии, так и в исследовательской. Нежелательные явления зарегистрированы у большинства пациентов с равной частотой. Серьезные нежелательные явления отмечены у 62% при лечении БЛИНТУМАПом и у 45% в группе стандартной химиотерапии. Вместе с тем частота гематологической токсичности, а также инфекции 3-4 степени были менее частыми при использовании БЛИНТУМАПа. Частота прекращения терапии была несколько чаще при использовании БЛИНТУМАПа. Основными причинами являлись неврологические нарушения и синдром высвобождения цитокинов. Детекция МОП на фоне программной терапии является фактором неблагоприятного прогноза и предиктором развития гематологического рецидива. Исследование БЛАСТ было инициировано для оценки эффективности БЛИНТУМАПа в радикации МОП. В исследовании были включены 116 пациентов с острым лимфобластным лейкозом в полной ремиссии с персистенцией или рецидивом минимально остаточной болезни. Доза составила 15 микрограмм в сутки в течение 4 недель. Далее 2-недельный перерыв проводилось 4 курса. 78% получили МОП-негативный статус. У большинства этот статус был достигнут после первого курса. 66% пациентов получили аллогенную трансплантацию гемпатических стволовых клеток. Показатели общей выживаемости и бессободительной выживаемости оказались высокими и, как ожидалось, зависели от достижения МОП-негативности. Инотузумаб-озагомицин представляет собой иммуноконьюгат гуманизированного моноклонального антитела с цитотоксическим агентом, обладающим специфичностью к СИДИ-22. Мощный цитотоксический агент калхимицин высвобождается внутри опухолевой клетки и, связываясь с ДНК, вызывает его разрывы. В Российской Федерации инотузумаб зарегистрирован в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с резидивирующими или рефлекторными формами СИДИ-22 положительными беклеточными острыми лимфобластным лейкозом, в том числе у пациентов с положительными БОЛЛ при неудачной терапии как минимум одним ингибитором тирозинкиназы. Исследование INNOVATE – это многоцентровое исследование третьей фазы по оценке эффективности инотузумаба против стандартной интенсивной химиотерапии. Сюда были включены взрослые пациенты СИДИ-22 по положителям БОЛЛ, рандомизированы 326 пациентов. В исследовании включались как пациенты с фигонегативным статусом, так и с фипозитивными, если они не ответили на первую линию терапию ингибитором тирозинкиназ второго поколения. Рандомизация осуществлялась один к одному. Пациенты получали или инотузумаб в монорежиме, или терапию спасения. При режиме введения стоит отметить, что для пациентов, в котором планируется проведение трансплантации гемопатистических стволовых клеток, рекомендуемая длительность терапии препаратом составляет два цикла. Для пациентов, которые не достигли полного ответа и МОП отрицательного статуса после двух циклов, может быть рассмотрена возможность проведения третьего цикла. Для пациентов, которым проведение трансплантации гемопатистических стволовых клеток не планируется, после достижения полного ответа и МОП отрицательного статуса могут быть назначены дополнительные циклы, до шести циклов максимально. Пациентам, у которых не удалось достичь полного ответа в рамках трех циклов терапии, следует сменить терапию. Инотузумаб-озагомицин показал более высокие показатели ремиссии в рамках первой терапии спасения. На терапии препаратами инотузумаб наблюдалось более чем двукратное увеличение статус полных ответов и достижение более высоких показателей МОП-негативности в исследовательской группе по сравнению с группой сравнения. По результатам длительного наблюдения инотузумаб улучшает выживаемость без прогрессии по сравнению со стандартной химиотерапией. Для достижения оптимальных результатов и долгосрочной выживаемости при терапии с рецидивами и рефракторными формами ОЛЛ крайне важным остается проведение процедуры трансплантации костного мозга. Специалистов-трансплантологов следует привлекать еще на ранних этапах планирования терапии, особенно при оценке возможности проведения терапии инотузумабом. Нежелательное явление зарегистрировано у большинства пациентов с равной частотой. Кематологическая токсичность ниже при применении инотузумаба по сравнению с контрольной группой. Однако стоит обратить внимание на такое серьезное нежелательное явление, как веноклюзионная болезнь, которая развивается у 10% пациентов, получивших инотузумаб. Медиана времени до выявления веноклюзионной болезни 15 дней после трансплантации гемпатических стволовых клеток. Показатели веноклюзионной болезни были выше в группе пациентов, в котором уже ранее проводилась аллогенная трансплантация гемпатических стволовых клеток. В общей группе терапии инотузумабом 3% пациентов погибли от развития веноклюзионной болезни. Специалисты по всему миру не оставляют попыток улучшить результат терапии моноклональными антителами. Хочу вам представить сравнительное исследование второй фазы, которое было инициировано в Эмди-Антерсен-Концерт-центр. Были включены в этот исследование пациенты с рецидивными рефракторными формами БОЛЛ, как фи-негативные, так и фи-позитивные. Две группы сравнения. В исследовательской группе проводилось 4 курса мини-гиперсуации инотузумаба. Далее 4 курса консолидации инотузумаба с или без аллогенной трансплантации. Группа сравнений – это инотузумабозагометцин в монорежиме с или без аллогенной трансплантации. Особенности в исследовательской группе мини-гиперсуазе исключены от циклина. Редуцирована доза циклофосфамида дексаметазона метатриксата на 50%, цитарабина на 83%. Доза инотузумаба уменьшена на 50%. С кратности введения также уменьшены. Препарат вводится во 2 и 8 дни цикла. Смена инотузумаба на этапе консолидации, аллогенной трансплантации или поддерживающей терапии, кто не является кандидатом для проведения аллогенной трансплантации. Итак, при длительном наблюдении трехлетняя общая выживаемость выше в исследовательской группе. 33% против 11% на монотерапии инотузумабом. В исследовательской группе моб-негативный статус остается важным прогностическим фактором, влияющим на общую выживаемость. В процессе подгруппового анализа было выявлено, что мутации в гене ТП53 и выявление неблагоприятных цитогенетических и молекулярно-генетических аномалий являются факторами неблагоприятного исхода. Позвольте представить опыт нашего центра. Мы стали активно применять различные моноклональные антитела, их комбинации с конца 2021 года. За этот период у нас находились на терапии 12 человек. Медиана возраста составила 42 года. Большинство пациентов в хорошем соматическом статусе. Преобладали пациенты с невысокой опухолевой нагрузкой, экстрамодулярные поражения у 27% пациентов. Основной причиной к началу терапии был морфологический рецидив заболевания. Из пяти обследованных пациентов на ФИЛАЙК у нас не было выявлено никого. Основным моноклональным антителом, который мы применяли, был инотузумаб. Медиана наблюдения за пациентами 11 месяцев. Живым на момент проведения анализа в 72%. Непосредственный эффект терапии составил 80%. Достижение МОП-негативной ремиссии у 90%. Число пациентов, которым проводилась аллогенная трансплантация, 5 человек. Медиана составила полтора месяца от конца терапии до проведения аллогенной трансплантации. Также у двух пациентов, у 16%, случился рецидив МОП. На следующих двух слайдах представлена более подробная характеристика по каждому пациенту. Пациенты неоднородны по проводимой схеме терапии. Двумя из пациентов проводила смена моноклонального антитела в связи с неэффективностью. Большинство пациентов удерживает МОП-негативный статус. Однако из-за небольшого срока наблюдения однозначный вывод делать пока рано. В целом, отмечалась хорошая переносимость терапии. Обращает на себя внимание гематологическая токсичность, но при этом практически не наблюдалось тяжелых инфекционных осложнений. Также встречалось повышение трансоминации, которое на фоне сопроводительной терапии было у всех разрешено. Случаев развития венокклюзионной болезни на момент анализа также нет, но это скорее обусловлено небольшим количеством пациентов. Применение блинтумаба и нотузумаба загомицина в монорежиме увеличивает общую выживаемость и выживаемость без прогрессии. По сравнению с интенсивными режимами химиотерапии спасения, аллогенная трансплантация гемопатических стволовых клеток остается важным компонентом терапии рефракторных рецидивирующих БОЛЛ. Вне зависимости от применения моноклональных антител, цитогенетические и молекулярно-генетические аномалии высокого риска предсказывают неблагоприятный исход вне зависимости от проводимой терапии. У данной группы пациентов требуется использование иного биологического воздействия. Айдамир Маганит Садирович, спасибо огромное за Ваше прекрасное выступление. Действительно, в нашем отделении у нас есть... С 2021 года у нас появилась возможность доступа к моноклональным антителам. Да, это в основном, в 100% пациентов это иммуноконьюгат, это инодузумаб. Впечатление очень-очень хорошее, высокая непосредственная эффективность, очень высокая частота достижения МОП-негативных ответов. Да, конечно, мы понимаем, что это когорта пациентов, которым мы должны на этапе консолидации предложить аллогенную трансплантацию гемопатических стволовых клеток. Да, мы понимаем, что при использовании инодузумаба перед этапом аллогенной трансплантации сопряжено с более высоким риском развития венокклюзионной болезни. Но вот во всяком случае, вот такие предварительные данные, которые нам представили, представил Айдамир Маганит Садирович, говорят о том, что 5 пациентов мы трансплантировали в нашем центре. И пока случаев венокклюзионной болезни нет. Здесь нужно, наверное, соблюдать какие-то временные интервалы между окончанием терапии на тузумаба. Во-первых, соблюдать количество, не превышать двух курсов терапии на тузумабом. Соблюдать временные интервалы между окончанием терапии на тузумабом и проведением аллогенной трансплантации. Очень интересный подход с ВИЧ переключений на тузумаба, на блин-атумаба с двойной целью. то есть увеличить интервал до трансплантации между антозумабом и ТКМ и достичь, допустим, добрать МОП-негативный статус, где мы не добрали его на антозумабе. Спасибо огромное, Эдамир Магомед Садирыч.